Привет, э-э-э, Трибуар, ну, Долбека вышел новый видосян, называется «Все плюсы мультфильма Я краснею», и этот мульт я не смотрел, слышал про него, знаю, что он, ну, точнее, слышал то, что он немножечко странный, насколько я понимаю, поэтому у меня нет никакого вообще желания его смотреть, но сейчас мы посмотрим «Все плюсы» от Долбека, ну, может, он мне покажется настолько штевральным, что я такой «надо бы глянуть», но очень-то очень в этом сильно сомневаюсь, потому что слышал только такие себе отзывы, если честно, вот, но прежде чем начать смотреть видосян, друзья, не забывайте подписываться на телеграм-канал, на вас, на Яндекс.Зена, на группу ВКонтактики, все ссылки будут в описании, а теперь погнали посмотрим ролик, уверен, будет офигенно, как обычно, поехали! Чуваки, видео постоянно блокируется, так что включите в плейер скорость 0.75 Я, кстати, вот именно вот этот момент посмотрел до стрима, ой, до стрима, до записи, поэтому я знал, что так будет, и к тому же еще, короче, за день до выпуска ролика Долбек у себя в сообществе в ютубчике писал, что какие-то проблемы Я думал, он там что-нибудь поврезает и получится залить просто так, а оказывается, он сделал, его, точнее, ускорил, чтобы не прилетали авторские права Естественно, я не буду замедлять, потому что, если я замедлю, прилетят авторские права ко мне, поэтому смотрим ускоренную версию, и к тому же, ну, не сильно ускорено, там, 0.25 всего лишь, да? Так что будет все понятно Ха-ха-ха-ха, я не хочу в столе быть, зачем? Ха-ха-ха Я краснею Окей Озвучено студией Искьер Искьер? Что за Искьер? Своих родителей Еду на тарелке, почитать родителей, это отлично Еду на тарелке, показывают фотку Ты можешь забыть Не еды С самого детства, Мэй носила красную одежду, а её мама зелёную Несмотря на то, что слова только лишь о почитании и подражании родителям Иными словами, судьба отречься от матери предрешена Вообще, о цветах ещё не раз поговорим, в мультфильме на них большой акцент Окей, ну я смотрю, он прям очень красочный О, нифига себе, это что-то могучий, что ли? Томогучий, как вайп нулевых Я, кстати, застал, тупо Да, блин, я тоже застал, но у меня тамогучий не было, прям очень сильно хотелось Время, у одноклассницы были такие Одноклассницы, а у тебя не было, и ты тоже, наверное, хотел и плачешь сейчас поэтому, да? Но это не только отсылка, а важный для сюжета элемент А, вот одноклассницы были такие, типа У меня на самом деле, но я просто не хочу палиться Ну, согласно транзитной комиссии Торонто F65D21, скорее всего, код цвета палитры RGB Эээ, Хекс, если быть точнее, ещё за Хекс Вы можете вводить в любом графическом редакторе Как вы поняли, цвет оранжево-красный Как я понял? Нет, я не понял, потому что я, 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 наизусть всё не знаю Да и наизусть тоже, типа, ничего не знаю про это 072820, код темно-зелёного, противоположного красному по палитре То есть, понимаете, к чему всё это, да? Нет А, ха-ха-ха-ха, ЧегО Да неужели все примеры написаны не от балды и без ошибок Атвет Серьёзно, чמ� ли? Ты всё сделал? Хм А ч'э это у нас такое? Ооо Так Нет, ну мне не лень это сейчас решать, потому что это займёт какое-то время Поэтому Ну это интересно Хм Ладно Так Дальше 3 Саундтрек Это крайне странно, на самом деле, выглядит Я не знаю, что-то немножечко мне кринжовенько. Ну, саундтрек, кстати, да, прикольный. А вот то, что происходит на экране, какая-то странная штука. Да, я, кстати, тоже об этом сразу подумал. Ладно, ты думаешь, это отсылка на это? Не знаю, ну он просто реально похож на какого-то оборотня. А кто это ещё? Большая лиса-киса? Постер зимних олимпийских игр 1980 года. А именно упоминание чудо на льду. Хоккейного матча, где сборная США вы... О, нифига себе, нас немножко упомянули. Точнее, не нас, СССР, непобедимых советских спортсменов. А, нет, тогда наоборот, здесь унизили нас с этим, да? Забыть, почитать саму себя. Я всё делаю по-своему. Я, Фрия, Эбби, залучка достигаторная. Что за слово такое? Не остановит этот поезд. Тише, сюда, сюда. Деван. Нифига себе, это ещё за битбокс. Как выглядят настоящие мужчины. СССР! Что?! Это что за Буэсбэн? Меньше, чем за пять минут мультфильма мы получили предысторию семьи Мэй, её якобы свободную позицию в жизни, знакомство с главными героями и плавный переход от немаловажного Девана до важной группы 4Town. По-моему, это просто за пять минут слишком много всего накидали, и получилась какая-то кошмала. Я что-то не очень уверен, что это должно быть в плюсах, но да ладно. Всё рассказано плавно, понятно и лаконично, ничего лишнего. Окей. Капец этот битбоксик. Он на бомжа похож, как выглядит. Нормально он выглядит, ну чё, офигело что ли? Это настоящий мужчина. Что это за Буэсбэнд такой? Офигеть, как круто Долпэк? Всё просто. Благодаря стриминговому сервису Флекс тут можно осмотреть Давайте немножечко пофлексим отсюда И на самом деле была такая прикольная ссылка на Долбека Ты чё это? Наслаждаешься своим этим л wp уже четвертый раз показывает укрепить о господи это уже какая-то сайлорум пошла пошла наделили уникальный для большого мотива мимикой все эти привычные эмоции специальные вставки и создают особенное настроение да это какая-то уже не почта пошла сумела перенести это 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 вот все это на большой экран видимо поэтому я решил поместить эту фишку в отдельный счетчик счетчики мимики окей ну и явно как в аниме потому что в аниме счетчик мимики просто цвета одежды подруг выбраны не случайно мириам зеленом противоположном красной мэй так как мире и короче не знаю но мне уже это как-то кринжовым выглядит может это нормально но я такой фигней явно не страдал это прям реально странно я не знаю и вольна например ее родители сразу отпустили дочь на концерт бойсбенда спрей уже понятнее 1 пассивная 2 гиперактивная цвета их тоже расположены противоположно снимаем уфилим про ассимилированную китайскую семью нельзя было нет что она живет вот в таком вот особняке ну нихрена себе ссылку на короткометражку бау а-ать плевешек к семья также живет в торонто отсылка на парта и лизу этого заметили женщина с родинкой под левым глазом обречена на несчастье да ладно почему я сказал азиатским потому что типами где-то пишет это японская суверия где-то колейская китайская неважно азиатская так будет легче нам я только пришла до хотя бы руки помыть уж потом я буду есть так поник находясь в студии в америке очень сложно передать атмосферу культуре другого народа на другом конце планеты нефу него них не факт может там были как раз таки японские ну а это китайский скридок китайский короче неважно может быть там были как раз таки азиатские работники поэтому они все это и так знали и как раз таки помогали все никого не секрет что аниматоры всегда отправляется на места что собираются рисовать дабы элементарно собрать референсов секрет я об этом не знал пиксар и дисней отлично справились в китае не делают статуи красных панд это за господ мифического китайского льва но именно уникальность этих статуй панд дает индивидуальность мультфильму ну панда кстати прикольно выглядит больше на кисть каких-то толстеньких похоже блин это реально выглядит мега аппетитно какого хрена нарисованная еда выглядит лучше чем обычная я вроде только поел я во время этой сцены да задолбал и по моему плохо не стоит на месте не хочется признавать но еда в я краснею даже прекраснее чем в рататуре ну да согласен полностью но если честно вот именно вот этот ртатуй это же ртатуй был да выглядел как немножко плоско вот в я краснею сейчас то что он показывает такую блин приятная миску и почему у них в названии четверка да я тоже блин об этом задумался какого хрена почему почему ван дирекшн парни 5 да а потом и вовсе 4 ну какая разница ну все почему ван а а да ладно а он как раз таки об этом и говорит я думал премьера наоборот хороших неймингов все это было до 98 дегрисов хотя пацана всего 4 а ну да для них на числа смерти эта девочка странная совсем небольшая случайность с рекламой концерта дала старту розни между матерью и дочерью сейчас мы боится даже сказать правду о симпатии группе и защитить свою подругу но в конце почему ты боишься сказать симпатии ну это очень странная честно это же твоя мама я думаю она поняла бы все не работай слушай к слову о войсбенде музыка из телевизора плавно перешла к сцене с домашкой где мэй уже слушает их в наушниках причем на самом деле наличие неплохое такой монтаж гнитофона ведь мэй боится включать фото когда мама рядом похоже на девана ладно у него симпатичные плечи это больше знаете на кого похоже на шпакляк симпатичные плечи что что это было ау сцена она простая но классная режиссер передал ощущение девочки подростка которая отрицает себя но пытается спрятаться от себя при этом раскрыть типа влюбилась да в рисунок парню как и плющит и хоть и не был 13-летней девочкой было бы странно если бы был я никогда не испытывал но мы фильм это передал сам факт что мы прячется под кроватью выражает свои подавленные интересы через рисунки уже правильный исход строго такое лицо ритания который закономерно приведет к первому обману мамы всегда приносит нарезанные фрукты блин не три лица здесь реально прикольно нарисованы эти вещи мамаша ты как бы немножечко странная на хотя бы было с дочерью поговоришь что это не только девочки это вообще любого ребенка это просто кошмар рил я я уже чувствую все это испанский стыд за мамашу такой жёсткий ход еще и добавили звук биене сердца на фоне авторы не постыдились присобачить рандомный фетиш на русалок господи спасибо что не фури так подождите фури а ну там была половина фури половина санцы зала на мстителей это хорошо но жаль я не застал реакции на эту сцену его разве показывали не на дисней плюс как ты увидишь за реакцию зала его разве показывали в кинотеатрах но я имею ввиду вообще не только у нас бедняжками и прям жалко не больше к тебе не подойдет после начала переходного возраста и сразу потолка мэй переходит от зеленого освещения красному как бы превращая ее первое превращение так они летит нарисовали портреты всех предков синим мэй вау хрена себе что-то как-то много там портрет и еще такая все фотки как будто бы нашего времени я не верю во всякие сонники но в литературе это типа имеет смысл мертвая птица во сне знак скорых бед которые нужно переждать червяк тоже типа к несчастью серьезно кто-то все писал кому-кому-кому так часто снился червяк что он решил написать это в сонике но я так понимаю это не буду говорить ну да короче то есть та же самое понятно это в целом классная идея снять мультфильм про взросление девушки но показать это видео превращение в красную панду ну чтобы детишки я тоже буду пандой ходит в эти рамки отсюда и не пустой стереотип остров азиатских родителях уже отсюда образ узнаваемого редкого животного который обитает только восточной азии здесь возвращаемся в превращение в панду и так пока не ну панда вообще крутые особенно красные такие милые образует как бы устойчивый индивидуальный канон все словно цепляется друг за друга и хорошо работает а нихрена себе она может превращаться обратно сама такими способностями не обладают женщины а волосы краснеют что это дает низко обнаружения среди друзей то есть мы придется дополнительно скрываться это яркий показатель изменений обнаружение чего что у нее появилась вот это вот типа какого ну и и чё а также понимание в каком состоянии находится мэй прячет ли она волосы или светит ими да это я люблю за свой красный кулон беспокоюсь за грядущее превращение мэй и задерживание своей панды почему мне так смешно пацана на футболке тоже группа что и в тайне коко будет еще отсылка с вырезкой бумажных черепов прикольно на самом деле это такая вселенная диснея да они даже сюда распечатали вот козлы из честно дети такие эти жестокие жесть тоже держит планку напряжение и так выше крыши а тут дайвер подруги случайные превращения а когда казалось бы хуже быть уже не может за окном мама блин какая же прям опять еще один испанский стыд серьезно это серьезно не ну наверно все-таки есть такие люди но это прям я надеюсь их минимальное количество и но это это отвратительно зачем так подставлять ребенку до сюжет снова двигается быстро вновь случается самый худший для моей исход превращение не очень странный мультик и он явно не для меня скорее всего для девочек лет десяти одиннадцати хрен его знают типа я не хочу это смотреть я типа ничего плохого в этом не вижу да просто но явно не мой продукт мы и в образе банды поднимает лапы и то же самое делают реальные к в случае опасности казаться больше тем самым защититься вы посмотрите на это вообще исчез на панду не похожи банда же это медведь а это не медведь что это 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 случилось уже а в смысле они а у них все и вся их семья превращается в панда все женщины попросила богов превратить ее в панду шла война мужчин не было дан ей искала способ защитить себя и дочерей боги исполнили ее желание они дали ей способность превращаться в могучего стан ей передала свой дар дочерям когда они вошли в возраст наша семья перебралась в новый свет короче когда они взрослеет они превращаются в панду и панда олицетворяет то самое благословение стало неудобством да это явно неудобно а сюжет активно движется вперед после худшего дня в школе мало того что родители узнали о превращениях таки оказалось что они знали об этом отсюда и раскрывается лор вселенной объясняя все что происходит с мэй сама предыстория интересуется во все поставленные задачи показать тяжести взросления девушек времена когда женщинам было тяжелее всего привязать все это к возрасту созревания и как итог у этого трудное взрослением и в современном мире есть лекарство откуда ты знаешь происходило и со мной я думала если следить как ястреб я увижу признаки и смогу подготовиться действительно ты просто не могла и сказать об этом ну примерно в том возрасте когда это происходит ну за несколько месяцев там я не знаю признаки и твой дух красный панды вот в этом и ты будешь исцелена распоказать он нифига себе это если она даст этот кулон и дочери то она сможет это контролировать но мать-то сама будет превращаться разве нет ему лет где запечатан опасный дух следовательно он точно разобьется потому что раз в месяц в шагу пути микли всегда носит зеленые цвета противоположные оранжи по красному она отказалась от своей красной панды и своих эмоций хотя в то же время зеленая мир им совсем не похожи на строгой мили и вообще интересы полностью противоположны но именно связь мы с матерью и лучше подругой показывает как на самом деле похожи эти разные люди это раскроется потому что они обе близкие главные руки с отцом где заперли мэй красные цветы на зеленом фоне а зачем мы заперли красный цвет удачи весь китай не понял ладно отличительная детализация мультфильма писар мы видим свет просвечивает кошу и даже тонкие волоски на руках не ну pixar вообще умеет конечно выниматься анимация здесь что что но я показала на руку ты мне бьешь по лицу что-то вас типа нейтрализует панду кажется я слышал мам кажется у меня прорыв прорыв мы и благодаря связи с ее друзьями не с родителями не успокаиваются и покоительными а друзьями иди но потому что друзья есть хорошие они всегда успокаиваются люди в жизни мэй с кем она ведет себя свободно однако это приведет к лжи ой вы смотрите какие пупуськи вы такие хорошие мы еще не решилась с тем кто она есть послушная дочь или хорошая подруга любящая бойсбенды а можно быть и тем и тем я так думаю только врать не надо говори сразу прямо и не будет никаких проблем . я взял возьму и пойдут еще охренела что действительно на ее просто так воспитывали дочери но теперь словами прямо сказали от кого это в ней это ясно дает понять что дело в ее матери строгость и закономерный страх итог воспитания в семье ли все стало понятнее теперь мама не пустая строгость а исход древнего благословения семьи в любом случае это пустая строгость потому что как бы тебя не воспитывали ты можешь быть немножечко мягче например если следить как ястреб я увижу признаки и смогу подготовиться именно из-за проклятия из поколения в поколение с излишней гиперопекой следили за дочерями что и привело к нынешней ситуации в семье ну с этим я согласен ну типа зачем с самого детства следить вот с гиперопекой да ты же знаешь примерно в каком возрасте это происходит поэтому можно начинать да нет к тому же вот такой вот как-то строгой можно и не быть и это я не сказал бы что гиперопека это ладно неважно для меня это жесть акцент на браслет бабушки в котором заточена ее панда также упор на бровь а это у всех разные амулеты нет дело не в аккуратных бровях и том что надо фига модница и следить за собой акцент дали на шрам о нем поговорим позже девочки тренер делает отсылку на цитату пристали про воду я я твой матер шигер майтен дырынжок говорил практически без акцента на надо было ему прям он просто писал я никогда ничего не прошу я всю жизнь была идеальной мэй мэй ты кто такая мне нравится классное развитие послушная мэй становится взрослее а все благодаря конкретные точки отказу от концерта получается любовь к подругам парням и тусовкам превысила любовь к родителям еще но это мне больше кажется не любовь к подругам парням и тусовкам а любовь именно к этой группе типа теперь мы не прячет свои реже волосы на людях позади наклейка с отсылкой на поиске нам да кстати да Так почему-то она жёлтая, а не оранжевая. Ну ладно. Деньги дают? Давай я тебе дам деньги, а ты мне дашь себя почесать. 800 баксов, 4 билета! 200 баксов в билет. Это есть вот этот частный курс, который сейчас вот, да, это же... 13 тысяч рублей практически. Вы что, не издеваетесь за билет-концерт? Опасно? Это академическая справка с недостатком факультативов. Хорошо прописанные диалоги в целом во всем мультфильме. Насколько быстро и понятно Мэй сумела манипулировать своей мамой, используя то же оружие против неё. Так. Ну это, по-моему, не очень круто. И выдавить последние гроши у этих ребят. Блин! Не, ну лица здесь реально классно нарисованы. Ха, они ещё и сделали мерч. Собрать денег с помощью банды это отличный план, конечно. Вообще шикарный. Использовать свой недостаток как преимущество и есть гениальность. Весь сюжет, как положено, двигается лишь на основе превращения Мэй. Она уже на пути к завершению сложнейшего этапа. Э, а, а, это почему? Канада. А не в Канаде живут? Я тебе себя. Концерт в эту субботу, а нам не хватает сотни. Да блин, 100 баксов это копейки, если вы 700 смогли заработать. Слышите такие странные. Эй! А твоя мама знает, что я чигаляет в виде панды по всей школе. И ещё один шаг, и я ей всё расскажу. Сначала он на неё в её, а теперь такой... Ой, это стало популярно, поэтому давай я тебя приглашу к себе, чтобы ко мне тоже все пришли. Ну, лицемерная мразь! ...одолжение и молчал. Я прошу ответную услугу. Офигенная последовательность. Тайлер светился в сюжете только ради насмешек и акцентов на комплексе Мэй. Однако его позиция пойдёт на пользу и одновременно во фред Мэй. Грядущая сделка, от которой Мэй просто не может отказаться, ибо Тайлер шантажирует её. То есть тут конкретные условия, и исход, можно сказать, неизбежен. Ну, как бы вообще он как бы мразь. Бабушка пришла со своими этими, что ли, подружками? Эффектное появление тётушек насыщено деталями. Во-первых, я не сразу понял, почему именно тёти приехали, типа, женщины пришли поддержать очередную панду. Но на деле это предзнаменует их важное общее превращение. Нихрена себе, да это реально какой-то Сейлор Мон, я не знаю. Сейлор Пан. Во-вторых, о превращениях. В первых планах показали их аксессуары, в которых заточены панды. На каждой из них есть силуэт головы зверя. Вон зелёное кольцо с такими глазами странными. Хотя при первом просмотре кажется, что просто показали их модную азиатскую одежду. В третьих об одежде, все они в сине-зелёных тонах. И все они в каких-то трениках. Впять же, противоположно красно-оранжевым оттенкам. В-четвертых, появление той самой бабушки и испуганная реакция всех дочерей. Нифига себе, это тётушки какие-то гопницы такие, да, в трениках. А бабушка такая в строгом костюме к мамам. Именно с этими страхами и строгостью борются мои в течение всего мультфильма. Тебе удается не выпускать панду. Да, правда? Что такое Лили? Трудно поверить, что Мэй-Мэй управляет таким зверем. А если панда Мэй-Мэй похожа на панду Мин? Они у вас все одинаковые, как бы оранжевые. Нам во второй раз говорят о панде Мин, но теперь уже с намеком о каком-то ужасе. Интрига. Дужьё, которое рано или поздно покажет себя. Интересно, что там она будет? Какая-нибудь гигантская прям или чё? Или зелёная? Халк бить. Классно, что рамка фото сломалась из-за побега Мэй. То есть, да, это случайность, но фото упало не во время превращений, не во время прибытия подруг, а именно после решения обмануть мать и пойти против её устоев. Не знаю, я бы, наверное, на это явно не озазрал мне внимание. И чё? Я знаю, как сложно сдерживать зверя, но каждый раз зверь становится сильнее. А это... Типа она оставаться будет в... Может, точнее, если часто превращаться, останется в нём на пике? Уже происходило? Этого не должно произойти. Мы... Ну, если этого не происходило, чё тогда переживаешь? Были близки когда-то, но красная панда всё отобрала. Никакой больше панды. А, нифига себе, это значит, шрам ей мама поставила её? Девчонки. Ты есть мир для твоей матери, Мэй-Мэй. Ты поступишь правильно, я знаю. Очень важный и потрясающий диалог. Информация об опасности панды поступила лишь от бабушки. Мама не стала бы рассказывать об ужасах её лет. И так сложилось, что... И на самом деле это очень странно, потому что как раз-таки из-за того, что она молчала, произошла вот эта вот ситуация. То, что девчонка превратилась в панду, она к этому не была готова. А если бы ты взяла, села, поговорила с ней нормально, то этого ничего бы не случилось. И вот умолчала про опасность. Что за родители? Стеряжение сказано прямо перед важным для панды событием, что закономерно после приезда бабушки. А слова о близости Миньк и её мамы вынуждает Мэй склониться в сторону семьи, нежели друзей, и дают намёки на предысторию Миньк. Как раз вовремя. Плачь. Красную панду, а не за этот мусор. Это сложно объяснить, я не могу быть пандой. Ничего, ты не обязана. Мы не пойдём все, не должен идти никто. Так. Ну, они так расстроились прям жалко, конечно. В этой сцене сходятся все сюжетные линии. Во-первых, это чёткие условия сделки благодаря Тайлеру, где Мэй вынуждена стать пандой. Вот, где показано. Это надо собрать все из-за бурдухауса. Если она не превратится, её подруги и сама она не достигнут своей конкретной цели попасть на концерт. В-третьих, она не хочет превращаться из-за предостережения мамы и бабушки. Да ладно уж тебе, из одного раза явно ничего не случится. Вот один раз превратишься, покажешь себя в всей красе, и пойдёшь на концерт и забудешь про эту панду. В-третьих, всё это образует очень напряжённый выбор. Так и хочется узнать, что сделает Мэй. Хочешь панду? Получи панду. Ну, это было очевидно, как бы, потому что она увидела слёзы подружек, поэтому решила, естественно, сделать им приятно, поэтому... Нет, ну панда прикольная. А где она там менялась? еле сдержался что нифига себе насколько мерчай и что пасхалка мяча люксова фигурирующего во всех работах пиксар серьезно что за мяч такой таким папочки специально перед важным конфликтом а что если ты оставишь панду что ты уже не чистюля отличница такая бунтарка народ я не могу быть такой лично все ее надежды могу только три раза в месяц это три я вместе ты не избавляйся от всего ладно особенно диалог мир им предлагает вариант который вообще никем не рассматривался и никогда не применялся в истории семьи ли это настолько идет в разрез со всеми учениями мамы чтобы типа остановиться панды навсегда что ли но как бы бабушка же сказала то что зверь может взять вверх видимо она значит останется панды типа на постоянной основе и ну и зачем это надо неудобно кажется очевидным отказаться от этой глупой идеи это через неделю так и чё это значит ну типа через неделю больше что он еще и обзывается хана тебе чел 2 . где сходятся уже другие линии важны для истории тайлер нет такой мразь вообще блин ненавижу таких людей дикие проявления панды от которых предостерегала мама и бабушка она один и так привел маму конкретному пункту в неподходящий момент но случился самый худший исход для май но на самом деле почти в подходящий момент потому что если бы мамаша не пришла то она могла чувака вообще нафиг разорвать поэтому она спасла и она не скажет серьезно что что но это немного странно если честно потому что я и ладно я просто этого не пойму но ее колбасит из стороны в сторону может быть это для девчонок будет более понятно но я такого типа как бы странно я не знаю поэтому я сказал то что этот фильм явно сделан не для меня больше для женской аудитории а я скорее всего поймет этот мультик а я вот как бы выглядит красиво конечно прикольные анимации к прикольная мимика да и все остальное но сюжет явно не мой третья точка и невероятно прописанный конфликт на недоверие матери подругам намекали много раз и наконец это все выливается в обвинение мы пришлось выбирать между семьей и друзьями зачем выбирать можно сказать блин то что мам я тоже хочу туда ехать я конечно тебя люблю всякое такое да но это странно просто и я как будто бы из пустого места конфликт в этом появился который еще и приправили ложью а как мы знаем ложь в этой истории не остается не раскрытой свет падает на подруг в то время как мы и миг обернуты к свету спиной сколько билетов три пожалуйста лаконичный сход с застижением цели мэй была в шаге от недостающих 100 долларов именно сам обман и обман семей не позволили достичь билета а прошедшая ссора вынудила подруг пойти на концерт втроем и день как раз лишь на троих заработали то они благодаря ей ну тоже как-то страны такое четыре худшее число вот почему вот почему пикстар впихнули в название группы четверку все потому что ну потому что это типа число смерти это надо тоже она уже сказал да это это жожа референс почему же референс китая число 4 считается несчастным про а почему сейчас же референс нет что нет это же не за этого эти четыре четверка в китае или в японии короче где-то произносится также как и смерть практически и точнее произносится пишется тебе же самыми иероглифами насколько я помню поэтому причем здесь жожа ну и еще потому что китайском языке 400 она все тогда ладно я думал это он это на серьезных человек говорит а я уже как душнило начал объяснять вот как сделали презрение бабушки к зятю привело к его уборке застолья а это примерно к обнаружению видеозаписи показали перезрения сразу перед истории почти готова вы сделали давай я сотру панда опасно ты говоришь как твоя мать что она рассказала про свою панду ничего она была большой они с твоей бабушкой ужасно поссорились из-за чего ты бы видела свою мать типа она оказывается такая же как и я какого хрена зачем сдерживается главное не задвигать плохое в сторону выделять ему место стирая если хочешь но это твоя сторона батю красава вообще самый адекватный в этой истории знаменитые писаровские сюжетные повороты которые не совсем повороты это те самые сцены которые раскрывают главную идею ему фильма отец мэй говорит о вещах в которые просто не верится мень когда-то пошла против своей мамы почему не верится обороты верится просто сначала ты об этом не думаешь потом тебе когда это говорят но это как бы очевидно но это ведь не принимать свою семья очевидными послушалась и примкнула к матери как это сделала мэй но ведь мы видим их брак мы видим исход сама мэй существует как раз потому что мень когда-то выбрала себя и свое решение нежели уставы матери мы буквально является доказательством принятия миг себя нет ну просто она видимо ну она выбрала мужа но из того что она сделала матери бы это вот этот шрам да поэтому она такая я буду сдерживаться как удалить 20 мирем и минк зеленые это как они обе так или иначе выбрали свободу а история с нами дает понять откуда у бабушки шрам такая светит красная луна будет открытое астральное царство только если петь от сердца даже не важно что какой-нибудь билиберду поешь все нормально да а он будто вот так они запечатывают панду понял а блин почему у нее такая же такой же практически амулет как у свою маму мамы сделали бы что-нибудь оригинальное потому что у всех остальных они разные я ставлю панда на все условия вели к тому чтобы изгнать панду на весь пройденный путь подруги и личные решениям ну естественно это же так мило было ли принять себя вот она тема раскрыта мы действительно решила оставить панду ее выбор правда чувствуется мне даже не нужно ничего вспоминать эти флешбеки не пустые и напомнили обо всем важном мы не ненавидела свой хвост и пятала его теперь же да не ненавидела она не знаю вот по крайней мере потому что нам показывал долбек я так понял что она его не ненавидела а просто как бы а какого хрена был человек появился панда боится естественно и потому что думаешь что люди подумают что это как бы странно я тоже получаю странно какого хрена у людей нет хвостов сломался это внимание на свою семью от чего даже не кажется случайно так она руки не поднимала нет она подняла их конечно но она же их не била ушиб и сломан амулет так как ты могла это допустить она неуправляема как она могла со своей моторю прям как ты вся в маму пошла там был хоть двадцать пятый кадр и потому что там было место превращение миг и она полностью вписывается в очередность событий мы только-только сформировала свой мир но именно это и разрушила мир ее матери для меня это фактальное событие чтобы дочь шла против матери в последний раз это привело к освобождению ее панды что происходит вновь посадка с машиной пицца планет которая есть во всех фильмах писар не видел такого никогда ладно отсылка на sailor moon там уже несколько было отсылок до sailor moon кстати да все это было помните я говорю что она оказывается вообще просто безбилетенцы смогла достигнуть концерта из-за непринятия себя после принятия мы легко добраться до цели даже незаконно проникла на концерт не сделала бы никогда ну типа есть возможность почему-то нет дорогуши вы мои деньги забрали купили себе билеты и вы будете мне говорит что-то то что я вами пожертвовала как-то очень сильно лицемерно вам не кажется да пошла ты деньги верни она заботится о нем круглые сутки но это очевидно было что она злится просто чтобы показать ладно пойдем и вниз форта у нас всегда форта у нас это могучи был добавлен сюжет ради ускорения смены действий подруги бы в любом случае ее простили но на это уж конечно времени больше пунктов туда-сюда а заботливая миром этим действием показала что не отвернулась от моей что и разрешила конфликт в кратчайшие сроки это прям хирургическая работа сценаристов понял точно так же нафиг они его обнимают он мразота блин они к нему это пошли я бы сказал а лошара хотя тогда они тоже лошара между ними подружками разрешилась благодаря общим интересам что в целом простое решение но она отлично работает в это абсолютно верится нет мне не верится в это потому что когда человек тебе гонопит постоянно если у вас будет какое-то увлечение может быть вы когда нибудь вместе это начнете это обсуждать там и заниматься этими фиге увлечением в вашем но вот так за секунду вряд ли что-то произойдет положительная хрена себя на огромное я как человек занимавшийся со временем танцами скажу что хореография хорошо поставлено их движение отработанные четкие качают и при конечно отработанные они нарисованы анимированные то есть аниматором пришлось по референсам передать четкость движения не круто годзилла ты же понимаешь женщина то что ты только что сломала типа частную собственность вот она вот сейчас выпрыгнула да короче и это все поднялось осколки даже людей ударит башку это я вот это явно ты ты был вот такой подходит из этих из титанов мяш мураки по коже и солгала насчет себя но теперь признается вот это развити персонажа да ладно тебе раскрепощайся тоже я думаю где-то это было тоже классный был момент в атаке фига себе маленькая панда победила большую еще скорее всего у мамаши будет тоже какой-нибудь шрам на глазу 100 процентов я не потеряю свою дочь сюжетный поворот из тех что я такого не ждал другого исхода и быть не могло нам показали кучу джинчури почему не ожидал но мне кажется ожидаемых печати ясное дело рано или поздно они превратятся их превращение совсем не преувеличена каждая из дам делает это ради дорогого человека но ведь не рискованно выпускать зверя можно заточить его только прекрасной луне а сейчас как раз красная луна следовательно идти ва-банк определенно того стоит невероятный исход ну да действительно это индийский фильм и блин попахивает я не слышу голплей хаймфорф зыбкин не знаю надо переслушать будет очень послушку что я не слышал такой песни мы же не представляете уровень особенности этой сцены когда дет сказал что можно петь что угодно главное от сердца я сразу понял к чему это приведет но даже так весь мультфильм нас сопровождало пение подруг их поддержка сейчас продолжают делать то же самое чтобы спасти мэй миг где 2 наоборот была против чистоты души миг все время топила за отмену концерта пашляков хэйтила и дурацкую музыку теперь а пашляки взяли и спасли тебя спасает ее этой же музыкой это ж какую-то иронии но это не уровень иронии это просто показано для того чтобы мамаша прошла путь и немножечко стал другой ну это не все очевидно мне кажется у психологов есть какое-то название этому когда человек застревает в каком-то возрасте быстрее быстрее дамы где щенок я так понимаю пожертвовала своей панды чтобы он главный фильм а завершился как раз отношения миг ее мамы были корнем во всех событиях мусима а главным затором было мы ты не должна извиняться я твоя мать моя ставит банду это ее жизнь нет пожалуйста я меняюсь мама на все-таки она оставила наконец-то понимаю кто я и я боюсь что это отнимет меня у тебя я тоже ты пытаешься сделать всех счастливыми но так строга к себе прости чем дальше ты пойдешь тем больше я буду гордиться вау великолепно словами не передать насколько все живое понятное и как хорошо раскрыта темному фильма капец и просто город и так понимаю сам деньги заплатил и строит это так не работает ну ладно только отсылка не на мордыкая она бейсбольник из торонто торонто блюдей с дочери сблизилась неплохо резана показала свою истинное я блин это хорошо а тут душная была постоянно казалось бы это могу уже выполнить а это сделали ты могу учить им что ли как его зовут амулет сюжете но даже он получил свое завершение как и не повезло даже бабушки на свою верность фури ментально здоровые люди это очень странно как и говорил теперь я же говорю батя красавчик слушать фонтал астронад наушников видимо они теперь все решили монетизировать эту панду но неплохо на самом деле правда скорее всего если бы люди узнали они бы засунули в какую билбораторию вот насчет целевой аудитории я прям уверен потому что сделал это прям очень классно идти какая-то зла это но чего могу сказать ролик получился прям отличный душевный мульт на самом деле но я не знаю типа как сказать проникнуться я явно по персонажем полностью не то что перед проника вот эти вот проблемы они меня никогда не касались да но поэтому именно поэтому я не смогу понять полностью что нам хотел сказать автор скорее всего но анимация сделана классно душевных моментов много и не знаю может быть даже я когда-нибудь его посмотрю хотя я сейчас не понимаю почему люди так ну как это так говорили плохо про этот мультик очень много я видел отрицательных отзывов видим потому что поднимается вот такая тема и поднимается она еще так завуалированно типа как вы можете показывать такое детям ну типа почему бы нет обучать то все-таки надо и в любом случае интересно скорее всего будет для целевой аудитории насчет меня я не уверен может быть тоже понравится может как-нибудь посмотрю но нарисовано сделано прям офигенно потому что это pixar pixar всегда делать все классно а долбеку огромное спасибо за видос прям настроение поднял очень классно все сделано и с юмором и хорошо рассказал про сюжет если вам понравилась реакция лайк подписка комментарии не забывайте прижимать бенщики все интересующие ссылочки в описании с вами как всегда был ребён спасибо за просмотр пока